здравствуйте мои друзья сегодня мы с вами приготовим вкуснейшую уютную домашнюю выпечку это будут рогалики с яблоками нам понадобится 3 яблока больших это примерно 500 грамм нужно очистить яблоки от кожуры и натереть на терке пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео яблоки я сбрызгала лимонным соком чтобы они не потемнели на сковородке на среднем огне нам нужно растопить 30 грамм сливочного масла добавить 50 грамм сахара все размешать и выложить натертые яблоки периодически помешивая нам нужно тушить яблоки до полного испарения жидкости можно добавить корицы для аромата но у меня скучала 50 грамм мороженой малины морозилки я ее добавила начинка будет вот такого красивого цвета и пахнуть малиной готовую начинку выкладываем на тарелку плоскую чтобы она побыстрее остыла для теста нам понадобится 250 грамм муки щепотка соли 10 грамм ванильного сахара 50 грамм просто сахара и чайная ложка разрыхлителя все перемешиваем и туда в эту сухую смесь мы на терке натираем холодное сливочное масло 100 грамм перетираем руками в крошку вот такая крошка у нас получается теперь жидкие компоненты один желток и 100 грамм сметаны все перемешиваем я сначала это делаю ложкой потом рукой если тесто у вас остается липким можно добавить муки как это сделала я общее количество муки я дам в описании под видео вот такое тесто у нас получилось она мягкая и не липнет к рукам убираем тесто целлофановый пакет и пусть она отдыхает час в холодильнике после того как тесто отдохнуло у нас в холодильнике а начинка остыла достаем тесто и делим его на три части каждую часть мы скатываем такой колобок каждый колобок мы будем раскатывать в пласт на рабочей поверхности подпыленной мукой сверху я тоже подпыляю мукой тесто чтобы она не прилипала к скалке пласт теста у нас должен получиться толщиной примерно 3 миллиметра друзья мои если вам нравится видео ставьте лайк это поможет продвижению видео его вид большее количество зрителей по тарелке я обрезаю неровные края и вот такой ровный круг у нас получился разрезаем его как пиццу на восемь частей и у нас получается восемь вот таких вот треугольников то есть 8 рогаликов у нас получается с каждого вот такого круга на широкую часть треугольника мы выкладываем по чайной ложке начинки и будем сворачивать наш рогалик посмотрите как это делается как видите все просто вот такой симпатичный рогалик у нас получился выкладываем готовые рогалики на противень выселенной пекарской бумагой из этого количества продуктов у меня получилось 24 рогалика духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов будем печь рогалики до румяности в моей духовке они пеклись 25 минут даем им полностью остыть перед подачей можно их посыпать сахарной пудрой сейчас я разломаю один рогалик и вы посмотрите как он смотрится внутри вы видите начинки много тесто такое вот красивое пробуем друзья мои это фантастически вкусно такая простая понятная очень вкусная и уютная домашняя выпечка приготовьте